Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Новый сезон у нас не за горами. Сегодня мы с вами обсуждаем защиту нашего виноградника от болезней, схемы и принципы обработок. Расскажу основные подходы, основные принципы, расскажу немножко про препараты и дам конкретную схему, которую мы планируем использовать в этом году. Часто, конечно, спрашивают, а вот дайте конкретные препараты. По возможности сегодня будет конкретика, да, некоторые препараты я упомяну, но надо понимать, что препаратов защиты растений огромнейшее количество. И знать все, и знать, что у вас продается в магазине, ну это просто невозможно. Итак, начинаем. Какие у нас есть основные болезни на винограднике? Самые основные это, конечно же, мильдиум и аидиум. Последние годы, наверное, 2 или 3, вот из-за холодных весен, стал появляться антракноз. Также на наших виноградниках может встречаться белая и серая гниль. Но белую гниль чаще называют болезнь градопития. То есть после градов она может развиваться, повреждать в том числе ягоды. Вот в прошлом году мы несколько столкнулись с этой болезнью. И серая гниль чаще всего бывает в теплицах, на ягодах. Но также при очень мокрой осени она может поражать верхние части зеленых побегов. Самое основное, что мы должны понимать, что болезнь проще предотвратить, чем излечить. А некоторые начинающие виноградари, они думают, что вот у них здоровый виноградник. Поэтому, конечно же, химию они применять не будут. Ничего они применять не будут. Они ищут суперустойчивые сорта. А потом в сезон начинают чаты пестрить с фотографиями, сообщениями. Ай-яй-яй, а что это у меня, а что мне делать? Ну, бывает, что сделать что-то уже поздно. Нет, конечно, никогда не поздно. Но урожай можно потерять. Поэтому профилактика наша все. А теперь разберем группы препаратов. Первая группа это контактные препараты, которые внутрь растений не проникают. Они остаются на поверхности. Самый распространенный из них это медь и сера. И их препараты, ну, существует еще ряд других контактных препаратов. Всегда то, какой это препарат, прописан на упаковке. Пожалуйста, не надо у меня спрашивать, а вот этот препарат какой. Информацию на упаковке все в состоянии прочитать. Найти эту же информацию в гугле тоже не проблема. Я за вас это делать не буду. Следующая группа препаратов это препараты системные. Они проникают внутрь растения. И некоторые системные препараты, они даже способны при нарастании зеленой массы еще некоторое время оказывать эффект даже на этот молодой прирост. И третья группа препаратов это биопрепараты. Честно говоря, я к ним отношусь довольно скептически. Но один из таких препаратов, термофильный чай, вот это точно проверено лично мною, не на одном сезоне. И это то, что работает. Все остальное, ну, надо проверять, надо смотреть эффективность. Повторю еще раз, что я к ним отношусь довольно скептически. Итак, что нам надо покупать, какие препараты нам нужны. В большинстве своем нам хватит препаратов от мильдзи и от аидиума. Они также могут работать и против других болезней. Из контактных препаратов у нас против мильдзи работают препараты меди. И любые, это медный купорос, это бордоская жидкость, это азофос, это абигопик, это может быть что-то еще. А против аидиума работают препараты серы. Тоже широкий спектр. Это может быть коллоидная сера, это может быть гидросера, это может быть пофокалерос, это может быть теавиджет, ну и также может быть что-то еще. Важный момент. Мильдзи любит влажную погоду и развивается при влажной погоде. Часто бывает так, вот у нас лето, стоит сухая такая хорошая погода, потом пройдет буквально один дождик и начинает развиваться мильдзи. А аидиум наоборот. Чаще всего развивается в сухую, жаркую погоду. Ну вот это тоже немножко надо иметь в виду, когда мы работаем против этих болезней. Итак, переходим уже к конкретным схемам обработок. Чаще всего можно встретить схему, где указано 3 или 4 обработки. Также часто встречаются рекомендации начинать работать с пятого листа. Я немножко еще буду повторять в этом ролике. Всегда смотрите на то, что рекомендует данный конкретный производитель того препарата, который вы используете. Всегда можно посмотреть, если это не указано на упаковке. Ну, к сожалению, часто не указано. Есть сайты производителей и нет никакой проблемы зайти в интернет, на сайт производителя, Сингента, БАЗ, Фавгуст и почитать. Ну, что будем использовать мы? Значит, вот пятый лист. Можно встретить рекомендацию уже в этот момент производить и от аидиума, и от мильдзи обработки. Но, честно говоря, несколько лет мы использовали первую обработку по пятому листу и особой разницы не заметили, как если бы мы ее вообще не делали. Потому что несколько лет мы делали, несколько не делали, разницы вообще никакой. Но, повторюсь, в последние годы у нас стал появляться антракноз. И вот как раз таки обработка по пятому листу, какими-то препаратами меди, любыми, мы предпочитаем азофост. Она будет очень хороша. Это примерно, ну, где-то около 20 сантиметров, 25 побег. Ну, у нас виноградник большой, да, мы смотрим среднюю массу, скажем так, и тогда начинаем обработку. Также, смотрите, если у вас антракноза никогда не было, в принципе, все хорошо. По пятому листу можно особо ничего не делать. Но, если ваш виноградник в прошлом году сильно болел, сильно поражался, опять же, есть мнение такое, вот начинающих, что, а, я все побеги срежу, у меня новые отрастут чистенькие. Нет, такого не случится. У вас есть очаг заболевания. То есть, если виноградник болел, значит, мы обрабатываем его рано. Нам надо вот эту инфекцию, которую там, побороть. Если у нас хороший, здоровый виноградник, все хорошо, а еще и классная теплая весна, ну, мы надеемся, что, сколько уж можно, наконец-таки она наступит, то можно вот эту обработку, ну, как бы, ничего не делать. Если весна холодная, опять же, не надо ждать, пока этот самый антракноз появится, обрабатываем. Препарат меди любой. Разводим дозировку по инструкции. Вообще, все дозировки мы применяем исключительно те, которые рекомендует производитель. Не я, не кто-то там, потому что любят завышать дозировки, кто-то в два раза больше ридомилом обрабатывает, да. Кто-то уменьшает дозировку, нет. Что производитель рекомендует, вот тому мы и следуем. Значит, с пятым листом разобрались. Дальше мы обрабатываем перед цветением, после цветения и примерно за 20-30 дней до сбора урожая. Ну, это так, приблизительно. Здесь важно, что учитывать. Это промежуток между обработками. Большинство производителей рекомендует, вот во всех схемах обработок, делать разницу где-то 10-15 дней. Значит, и мы придерживаемся того, что нам рекомендует производитель. Вот мы обработали перед цветением и примерно следующую, вот она у нас и выпадает на после цветения, 14-15 дней. Потом опять отсчитали же это же время и обработали. То есть максимально стараемся придерживаться тех схем, которые нам дает производитель того или иного препарата. Еще важный момент, да, вот я сказала, вот обрабатываем примерно столько раз. Кратность обработок мы также смотрим у производителя. Вот если нам производитель говорит, к примеру, да, производитель ридомила говорит, 3 обработки. Хорошо, мы делаем 3 обработки. Если по какому-то препарату нам производитель говорит, сделай 6 обработок, значит нам и надо делать 6 обработок. Не 2, не 1, а именно то количество, которое указал производитель. Другое дело, нужен ли нам препарат с большой кратностью обработок. Вот это уже другой вопрос. Здесь я сравню как с антибиотиками у человека. Да, заболели мы, нам надо выпить антибиотик. Вот если мы выпьем 1-2 таблетки, о, нам полегчало, да, все, больше нам не надо. Вот это не годится. Независимо от того, стало ли нам лучше, мы должны пропить положено курс, чтобы источник инфекции убить. Ровненько точно такая же история с растением. Положено 3 обработки, делаем 3, положено 6, значит делаем 6. То есть ни одну, ни две, ну поймите, что от этого, особенно в плохой сезон, когда у нас плохая погода, когда у нас неблагоприятные условия, то есть смысла от таких обработок нету. Надо руководствоваться системой. Наша схема. Напомню, пятый лист Азофос. Перед цветением мы работаем от Мельзи и от Аидиума. Мы будем обрабатывать от Аидиума фальконом перед цветением. Это, кстати, рекомендация производителя. От Мельзи мы будем работать с препаратом Орвега. Хотя производитель рекомендует начинать после цветения, точнее конец цветения, указанного в инструкции. Но вот тут мы можем немножечко отойти от схемы в том плане, что, ну понимаете, каждый разводить препарат отдельно и ходить по большому винограднику. А у нас большой виноградник, напомню, на двух участках 250 лос в общей сложности. Ну, да, то есть мы тут немножечко подвинем и обрабатываем перед цветением. Дальше интервал примерно 14 дней после цветения и еще через 14 дней. Единственное, что смотрите, фалькон это препарат, у которого долгий срок ожидания до снятия урожая. И поэтому в третьей, уже начиная с третьей обработки, мы его меняем на более мягкий топаз. У топаза 20 дней, против 40, да, есть разница. И мы всегда стараемся выдерживать вот не ровно 20, а чуть-чуть больше, 25 дней, чтобы было. Ну, в конце концов, нам эту ягоду есть. Понятно, что производители, на самом деле, вот этих, да, пусть это будут ядохимикаты, они очень серьезно все проверяют. И сроки могут быть даже более короткие. Просто, ну, как говорится, проверили за 40 дней, но никто не проверял за 20. Вполне вероятно, что через 20 дней там уже ничего не будет. Но все же, если производитель рекомендует, мы придерживаемся и еще даем маленький запасик. Зачем еще нам менять фалькон на топаз и, в принципе, почему сразу не работать топазом? Фалькон и топаз это препараты из одной группы химических веществ. Фалькон содержит еще одно дополнительное вещество и как бы он более сильный. Поэтому мы сначала вот работаем как бы более сильным препаратом, а потом более слабым. Еще что важно, и у фалькона, и у топаза кратность обработок 4. А у нас получается 3, да? То есть перед цветением, после и еще через 14 дней. И вот здесь мы смотрим, куда нам поместить вот эту четвертую обработку. То есть по срокам, на самом деле, вот так я примерно просчитывала, что мы попадаем где-то 20 июня, у нас виноград цветет. Значит, мы условно там 1 июля, да, уже после цветения обработали, 14 июля обработали и где-то 28. И у нас еще остается до 20 августа вполне себе времени, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть ультра ранние сорта, которые при удачном годе могут уже в 10 числах августа быть готовыми, и их можно кушать. Что делать в таком случае? То есть мы опять же смотрим по сезону. Мы можем, если видим, что вот как бы надо было бы еще обработать, но все, мы уже не успеваем до урожая. Все-таки желательно еще одну обработку провести. Конечно, опять же, если хороший сезон, в теории нам, может, и 3 этих хватило бы. Но здесь мы можем уже поработать серой. Препараты серы, особенно некоторые, вот тот же ПФК Лерос, у него срок до снятия урожая 4 дня всего лишь. Соответственно, можно провести им обработку. В теории можно полностью работать этим же ПФК Леросом. Но в чем минус? Препараты серы, они работают за счет испарения этой самой серы. И для этого должна быть хорошая теплая погода. Если у нас условно июнь такой дождливый и прохладный, то от того, что мы обработаем серой, ну, грибочки эти там вот так вот сядут, посмеются над нами. И никакого эффекта не будет. То есть, если в хорошем, например, жарком, теплом регионе, замечательно, можно работать только. Опять же, смотрим по инструкции. Четырехкратная обработка с определенным интервалом. Этого будет достаточно. Но в нашем случае мы можем им заменить последнюю вот эту обработку, если мы не попадаем в сроки. Если попадаем, мы спокойно работаем топазом, и все хорошо. Ну и в принципе, да, мы можем вот эту четвертую обработку, грубо говоря, сместить на начало сезона, как раз таки вот на тот пятый лист. Если у нас на то есть желание, возможности. Дальше. То есть, это такая вот основная схема, которую мы будем стараться придерживаться. Но бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства. Например, град. Как только град прошел, открываются большие источники инфекции. И даже если это был маленький совсем градик, который чуть-чуть по листикам побил, все равно лучше провести обработку. Есть общая рекомендация обрабатывать препаратами меди, но не позднее суток. После того, как град прошел. Не всегда у нас есть такая возможность. Не все живут на участках. Что мы тогда делаем? Значит, если мы знаем, что был град, вот мы заметили на листиках, при первой возможности, которая у нас только будет, сделать обработку профилактическую против меди. Белой гнили. И здесь нам поможет препарат Хорус. Он как раз-таки специфически работает против гнили, в том числе и против белой гнили. И дальше недостаточно сделать. Вот одну обработку мы сделали против града, и мы больше ничего не делали. Нет. Вот это будем считать первое. А потом, насколько я помню, в Хорусе тоже трехкратная обработка. Значит, с нужным интервалом еще два раза обрабатываем, чтобы закрепить вот этот вот эффект защиты. Свитч. Тоже препарат против гнили. Тоже у нас здесь может помочь. Тоже работаем по схеме, указанной в инструкции. Серая гниль. Тоже отдельно о ней. Я уже говорила вначале, что чаще всего она поражает теплицы, но иногда бывает, что она поражает и виноград на улице. В принципе, специфически можно ничего не проводить. Достаточно тех обработок, которые мы и так делаем. Но если вы знаете, что уже в прошлом сезоне были проблемы, что вот эта серая гниль была. Более того, серая гниль, она может жить, она не только паразит, она может жить и на омертвевших участках. Соответственно, если были там пораженные стебли, мы их обрезали, никуда их не полили, она там может развиваться и размножаться. То есть не только сохраняется источник инфекции, он еще и размножается. Значит, обязательно включаем в нашу схему обработок вот эти препараты против гнилей по инструкции, по их схеме. Либо мы можем включить в свою схему обработок такие препараты. Они работают и атоидиумы, Мидея, либо Луна Транквилити. То есть вместо Фалькона, вместо Топаза, это может быть Мидея, либо Луна Транквилити. У них тоже есть специфические агенты, которые более целенаправленно работают против гнили. То есть, опять же, чтобы проще было, чтобы немножко сэкономить наш бюджет, чтобы не покупать лишние препараты. Если гнили были, лучше всего взять вот эту самую Луну, либо Мидею и поработать с ими. Чтобы, опять же, не мешать вместе, не покупать отдельные препараты. Если все было нормально, то необходимости в этом нет. Ну вот препараты от аидиума, да, я вам уже назвала то, что мы будем пользоваться. Еще альтернативные препараты от Мильдиум, кроме вот Орвега, который я вам назвала. Это Акробат Топ, Акробат МЦ, да, я немножко подсматриваю, я все не помню наизусть. Кабриотоп, Кабриотоп будет работать и от Мильдиума, и от аидиума. Ордан, но Ордан, он не передвигается по растению, да, он проникает внутрь, но не передвигается. То есть он такой больше контактный препарат. Стробий работает от Мильдиума и от аидиума. Танос, Инсайт, вот Инсайт в прошлом году был в свободном доступе у нас в магазинах. Пару слов я о том, где что покупать, тоже расскажу. Ну и Ридамил Голд. Много лет винограды реактивно пользовались этим препаратом. Сейчас препарат Ридамил Голд запрещен, вроде бы даже и в Европе, из-за его токсичности. Вроде как уже доказано. Насколько это правда, неправда, может это какие-то коммерческие войны, мы не знаем. Но тем не менее, если нам где-то говорят, что какой-то препарат токсичный и его снимают с регистрации, да, то, наверное, стоит об этом задуматься и не использовать его на своих участках. Даже если уже он у вас там куплен с каких-то лет и остался. И уж тем более не использовать его в двойных дозировках. Потому что встречала я рекомендации, что я не помню точные цифры, ну, например, вместо 25 грамм на 10 литров надо использовать 50. Повторюсь, я точные цифры не помню, но помню, что вот это превышение. Хотя производитель рекомендует 25, зачем 50? Ну, не травите себя. Особенно вот такими препаратами, про которые, да, может это сказки, что он токсичный, но если есть такая информация, лучше на нее обратить внимание. Еще пару слов, поскольку я упомянула вот некоторые препараты, тот же Строби, препараты из группы Стробулинов. Они достаточно эффективны, они работают и против медиума, и против аидиума, но они могут вызывать привыкание у растений. Вернее, не у растений, а у патогенов. Поэтому с такими препаратами надо работать аккуратно. С такими препаратами обязательно, опять же, действовать по схеме производителя. Вот то, что он говорит. И также у производителя часто написано, с кем еще можно сочетать данный препарат для большей эффективности. Например, вот тот же Строби, прекрасно работает от медиуатаидиума. 10 дней срок до снятия урожая, трехкратная обработка. Но тот же производитель рекомендует до и после использовать какие-то другие препараты. То есть нам надо будет что-то еще включить. Например, вот те же Орвега против медиу и топаз против аидиума. Либо что-то еще. Причем, обратите внимание, до и после. В то же время сам же производитель рекомендует добавить в эту же смесь такой препарат, как Делан, как раз таки для предотвращения устойчивости. Значит, уже мы прислушиваемся к рекомендации производителя. Можно еще обращать внимание на так называемые комбинированные препараты. У них будут и вещество из класса Стробулинов и что-то еще. К примеру, есть такой препарат Белис. Белис работает от гнилий. И Белис работает от аидиума. Соответственно, нам в обработке он замечательно подходит. Производитель говорит о том, что за счет комбинации двух веществ устойчивость такая не развивается. Но к нему нужен еще какой-то препарат от Мильдью. Список я вам огласила. Ну, поскольку это препарат уже содержащий Стробулины, да, то не надо к нему добавлять Строби. А надо к нему добавлять препарат от Мильдью из какого-то другого класса веществ. Ну, повторю, что вот на сайте производителей вы можете найти потрясающую информацию по всем препаратам и по рекомендациям, как их использовать. И еще раз я подчеркиваю, что кратность обработок, дозировки читайте на сайтах производителей, если нет на упаковках. Еще, где покупать? Есть магазины, да, там специализированные, там садовые центры. В Минске у нас, да, по всей стране магазины, отсортим овощи, магазины семена. Там многие есть препараты. Не все, конечно, что я назвала, да, но там часть препаратов есть, причем это то, что у нас зарегистрировано в Республике Беларусь. То есть можно покупать там. Некоторые препараты, в том числе и те, которые я сегодня называла, так вот в свободной продаже их нет. Их реализуют большими упаковками. Ну, есть, скажем так, специализированные магазины, которые разливают их и продают. То есть такое тоже можно поискать. Эти магазины есть, да, в интернете все это можно найти и покупать у них. То есть они просто разливают этот же препарат в более мелкую фасовку, которую, ну, что, литр 2,5 нам не нужны, да, нам нужно все-таки мелко. То есть через интернет это можно купить. Важно, опасайтесь подделок. У меня есть отдельный ролик, где я рассказывала, как читать упаковки к препаратам. Где я рассказывала, на что обращать внимание. Например, вот даже есть такой препарат, по-моему, линейки БАСФ, Инфинито. А подделка называется Инфинити. Вот вроде похоже, да, но может раскрашена, упаковочка быть так же. Но что там, никто не знает. Может там вообще что-то бесполезное, может там вообще что-то вредное. Повторюсь, никто не знает. Обращайте внимание, Белориахим не производит препараты защиты растений и не фасует их. А то, что фасует, указано на их сайте. По-моему, еще какого-то Белросагросервис. Вот были подделки, то есть многие вот эти препараты подделывают, якобы они белорусские. Нет. Нет и еще раз нет. Обращайте на это внимание и обязательно посмотрите ролик про подделки. Чем покупать подделку, да, лучше пользуйтесь теми же там препаратами меди и серой. Они тоже хорошие, хорошо работают. Просто с ними на большом винограднике есть определенная проблема. Потому что надо полностью покрыть лист. Когда у нас достаточно густо, когда у нас большая зеленая масса, это сделать сложновато для того, чтобы было эффективным. Но если у вас один-два кустика, вполне можно вести профилактическую работу препаратами меди и серой. И вам этого может хватить. То есть чем покупать подделки, лучше пользуйтесь вот этим. Будет более эффективно. А вообще покупайте препараты в специализированных магазинах, надежных поставщиков, да, чтобы и деньги зря не выкидывать, и была от них эффективность. И еще раз напоминаю, что работать надо над профилактикой. Полечить растения, ну, конечно, можно, но это сложно. И уже мы можем или весь, или часть урожая потерять. Также в конце еще раз упомяну про биопрепараты, что далеко не все из них работают. Понятно наше стремление, скажем так, к бережному земледелию, да, понятно наше стремление вот уменьшать, скажем так, химическую нагрузку на нашу землю. Все это замечательно, но далеко не все работает. Вот та же хваленая триходерма, ну, честно говоря, я вот не заметила никакой эффективности от ее работы на своем участке. Ну, может, я так не заметила, да, у кого-то работает. Но факт остается фактом. То, что точно работает, то, что точно проверено, да, не один сезон, это термофильный чай, он работает от мильдзи, он хорошо останавливает, если у нас уже эта самая мильдзи появилась. И ту же ссылку на видео про термофильный чай, про его работу, я вам оставляю. На этом наша встреча подошла к концу. Желаю здоровья вам и вашим лозам. Надеюсь, что у нас будет хороший сезон. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео, ссылка на наши контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!